Джерри, я приехал домой, но я не хочу спать, мне нечего делать. Джерри! У нас нет электричества, электрик ушел, не дозвонился ты мне. Джерри, я свечей не нашел. Джерри, мне нужен переводчик. Я не думал никогда, вот типа, сколько мы ржали насчет Die Hardman, я никогда не думал, что я буду играть за Die Hardman. Теперь мы понимаем, как он себя чувствовал, да? Когда Сэм не брал трубку. Есть одна игра, в которой довольно много надо читать, но я прям так хочу сейчас поиграть в нее. Это правда новая игра, поэтому я думаю, что многим из вас она может и не понравится, потому что вам нужно все старое, и вот это вот, поэтому придется немножечко потерпеть, окей? Вот. Боже, как я скучал по этой игре, как давно я хотел ее пройти, но постоянно что-то было не так, а теперь, я думаю, в новогодние праздники самое оно. Я не думаю, что мы сегодня успеем игру пройти, но тем не менее, она довольно короткая для отвеча, так что я думаю, за стрим полтора мы управимся. Только не спидран? Не, ну я тут постоянно промышляю спидранами, понимаешь, поэтому, да, такие опасения, они в принципе оправданы. Во что будем играть? Шорох режиссерской версии, шорох последний визит. Насколько я помню, шорох последний визит это DLC, в котором будет проходить событие, небольшой такой DLC-шка на 10-20 минут, в котором происходят события после оригинальной игры, да? Погнали, дамы и господа, погнали. К сожалению, про шорох ничего не знаю. Это очень неторопливая книжная игра, по сути квест, которую я, как и многие зрители, очень сильно любим. Но вещь очень тягомотная и своеобразная. Готовься спать. Я прибыл в поместье Блэквуд холодным субботним утром, окутанным густым туманом. Погода была не очень хорошей, и было как-то подозрительно спокойно. Но вскоре я начал привыкать к этому месту. Репертура преследует нас сегодня. Вон он, мой новый дом, манит меня и зовет. А, это мы к себе домой приехали? Я вообще не помню сюжет. Я думал, что сюда какой-то приезжает следователь, чтобы что-то там это самое. В бардачке у нас ключ. Ключ от... От чего ключ? Это стартер. Читаю, это старпер. И начинаю такое... Блин, я так соскучился по такого рода играм. Вот он дом наш. Печально выглядит мрачно. Ммм, двери корявые. Окна немытые. Из леса смотрит кто-то на нас, как будто бы... Недобро. О-о-о-о, боже, эти воспоминания. О-о-о, да. Забавно, в детстве я хотел стать пианистом. А стал романистом. А стал анонистом. Хотя, блин, чего я ждал от человека с ником Мини Пипка? Ой, божечки мои. Я себе этого не прощу. И маска. Та маска. Чал, если ты будешь еще писать, я найду тебя. Я найду вот это вот... Я найду твой дух, понимаешь? И я буду его изгонять. Потому что ты просто болен графоманией. При этом твой почерк... Я помню, когда я первый раз проходил эту игру в 2012 году. 10 лет назад я просто был в восторге от того, насколько здесь прекрасный шрифт в этом письме. При этом в каждой книжке он свой. Краткий пересказ с маской член. Ну, типа того, да. Боже, я так скучал по этой игре. Просто пипец. Меня, правда, пугает книжка около моего ложа. Но кто мы? Мы писатель. Мы продали книгу. Причем хорошо продали. И у нас хватило денег на то, чтобы купить себе дом. Мы в него приехали. Правда, у нас вроде как остались вещи от предыдущих жильцов. Это вообще не норма. К чему это стремление к одиночеству? Ну, до тех пор, пока ты еще не стал типичным писателем-отшельником... Подожди. 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 Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Подожди. Я еще не... Я не дочитала. Мне пришлось усердно поработать, поэтому я очень... Я не понимаю. Я не понимаю, как это работает. Давай еще раз. Стоит интерес такой. Я не понимаю. Вот это вот листочки. О, вот она, эта картина. Достаточно жуткая, на мой взгляд. Давайте не будем на нее так часто смотреть, ну, как мы в прошлое прохождение смотрели. Да норм, вроде картина. Погугли про нее, почитай. Там есть некоторые проблемы с этой картиной. Поэтому, сей верные люди, отойдите от экранов, отвернитесь. Три раза скажите, чур меня, чур меня, чур меня. Плюньте через левое плечо. Что вы там еще делаете? Когда в, блин, 21 веке люди в космос летают, понимаете? Ну, так летают на освещенных ракетах. Ну, правильно. Да. В космос летают, а 70% мирового океана не исследовано. Откуда ты знаешь, что не исследовано? Возможно, мировое правительство тебе так сказало, потому что не хочет тебя беспокоить. Или более того, не хочет, чтобы ты знал, что на дне наши боги. В толку спит там. С твоей мамкой. Он сам. Стоит ли мне выполнить обещание и разрушить то, во что я так верил? Господи, вот эти вот у них дневники такие-то, знаешь, вы знаете, смеркалось. И я, поставленный перед сложным выбором, должен был решить эту загадку. Потому что иначе судьба моя осталась бы беспокойной. На веки вечной. Я бы как писал? Если бы я писал, я бы там, ну, проснулся, покушал, было вкусно. Хотя котлетка могла бы быть побольше. Покакал. Почистил зубы. Покакал. Постремил. Покушал. Хотя котлетка могла бы быть побольше. Покакал. Лег спать. Что ты знаешь? Алла Борисович, спасибо за то, что держите нас в курсе. Пишет. Покакал, хотя какуля могла бы быть побольше. Вот он. Вот он, дамы и господа, средний интеллектуальный слепок нашего зрителя. Именно так. Именно так мы общаемся друг с другом на понятном всем языке. Вот, чат сразу, смотрите, просто чат такой, читать. Тут сразу такой, луф. Спать в такую рань? Время работать не пришло, спать он не... Что ты хочешь? Чего ты хочешь, мой герой? Жерри, я приехал домой, но я не хочу спать. Мне ничего делать. Что делаешь, Жерри? Это старая история, хотя она наделала здесь, в Ротбери, много шума. Я понимаю, просто чат, но модераторы, когда пишут в Ротбери, и ржут. О, да. Так, что там мне писали? Посмотрела запись. Там на 35-й минуте ты идешь в туалет и какаешь. А, я понял. Типа подсказки от чата. Нон саби. What the fuck? Твич, это просто изобразительное искусство. Хорошо? Ты меня слышишь? Да, вот так вот у нас раньше игры работали. Сейчас. Буху, мне вейпоинт один не поставили. Мама, куда мне идти? Вот это тому подобное. Чел, ты приехал в дом, да? Ты взрослый человек. Посмотри на себя под 40 лет. Ты вот, нет электричества. Что ты будешь делать? Тебе нужны свечи. Вот иди, иди, обыщи весь дом. Вот, если не найдешь свечей во всем доме, в каждом ящике, то иди и позвони другу, у которого, типа, ну, вот это вот. Так и жили, понимаешь? Так и жили. Зумеры бы не догадались и ждали бы электрика. Наматывай сопли на кулак и сиди такие ночью в углу, да, такие. Как страшно. Джерри, мне скучно. Мне нечего делать. Джерри, что ты делаешь? Расскажи. Ах, ты занят, да? Барбаре звонишь, небось. Ммм, я тебя понял. Я тебя понял, да-да-да. Барбара. Я говорил, что так и будет, деточка. Но ты мне еще нужна. Репетор такой, все-таки. Я просто надеюсь, что тебе здесь еще не наскучило до смерти. Дамский угодник. Деточка. Я изучаю иностранные языки в свободное время. Мне это очень нравится. И прекрати называть меня босс. Как пожелаете, босс? Ой, простите. Спасибо, пока. Удачи. Запала на меня, да? Да, я такой. Я думаю, она фанатка моей передачи. От винта. Модераторы, пожалуйста, не баньте этот крик души. Здравствуйте, Артур. Ничего, что я так официально к вам обращаюсь. Дело в том, что я хотел обратиться к вам с хорошим советом. Как мне устроиться по жизни так, чтобы мне не пришлось ничего делать и при этом быть обеспеченным? Имею в виду не быть богатым, а просто иметь все то, что имеет любой среднестатистический житель России. При этом я не хочу проявлять какие-либо усилия. Могу рассматривать возможность совместной своей жизни. Мешать не буду. Я на самом деле... Блин, я не знаю. Как говорил Classic, Send Nudes. Окей? Мы все съели. Представляешь? Я тебе сейчас как мажор скажу. В общем, у нас осталось довольно много икры. Чтобы она не портилась, походу придется жрать ее половниками. А еще холодца у нас осталось. Мы его что-то переборщили немного. У нас соседи просто привозят всякое это. Вот мы купили на Новый год у них икры. Ело. Ело икры купили, прикинь. Немного мамам отдали. Немного сами съели. Хотелось просто икры обожраться. Что я благополучно и сделал. Кабачковые икраты хоть нет. Мама в этом году решила взять черный, а я ее есть не смогла. Невкусно, мое сердце... Я никогда в жизни не пробовал черную икру. Интересно, какая она вкус? У меня отец с Камчатки. Привез два пакета упаковок икры красной и черной. Вот это было да. Так вот у нас с Камчатки возят. Мы у них брали красную рыбу. Даша солила. Это было офигенно вкусно. И вот взяли икру. Круто, когда соседи таким занимаются. Через два дома. Черную икру настоящую фиг найдешь. В основном продают подкрашенную имитацию. Я нарил не алло. Не, ну я думаю, что при желании можно. Прикольно, а крабов возят? Не знаю, но крабы пипец дорогие. Как крыло самолет стоит. Слушай, наш герой реально легких путей не ищет вообще. Ему реально просто нехер делать. Я не знаю, как человек, который приехал устал с дороги. Он может заниматься вот этим вот. Он ходит по дому, ему нехер делать. Он не знает, он пятый угол ищет. Сука, ходит кругами по этому дому уже шесть раз. И такой звонит Джерри такой. Джерри, мне нечего делать. Ему говорит, чел, может быть тебе надо было в центре города поселиться, если ты тут пятый угол ищешь, а постоянно не можешь себе покоя найти. Он говорит, ну Джерри. И короче, ходит и по фотографиям ищет вот это вот. Так, хорошо, ну давайте искать. Шило в жопе? Да типа того, ну серьезно. Что с тобой не так, мужик? Я этого раньше не замечал. У меня не было критического мышления, походу. Жаль людей из тех стран, где нет наших продуктов, и они вынуждены давиться тем, что у них растет. Вот, ведь то, что они наши, невкусные. Бедолаги. Типа, прикинь? Живут такие ребята в Новой Гвинеи, такие, вот бы вяленые капустки бы. А то это манго, манго, заебало. Это манго уже. Картошечки бы, соленьев, огурчиков наших. Их, и за гуслями, прикинь. Антонио, чего ты такой грустный? Эх, Сергио, так хочется водочки. Да с гречникой. А чего так в России березы шумят? Этим человеком оказался безруков. А зачем я сюда приперся? Ну типа мне же сказали, электрик приедет завтра. Электрик завтра приедет, не лезь. Там написано, ну, не лезь, убьет. Ну, те специалисты вызвали уже. Ну, делать нехер. На глаз так вроде бы все в полном порядке. Ну. Придется, походу, ждать электрика завтра. Че я сюда ходил-то? Зачем ты сюда ломился, блять, полчаса? Чтобы я такой, а, ну тут нет ничего. Работать я все еще не хочу. Я не понял, он хейтит игру. Да, я хейтю игру. Обязательно. Слышишь, я просто... В тот раз я играл, я этого не видел. А сейчас у меня так много вопросов возникает к главному герою. Он приехал и просто вот, ну, ему нехер делать, понимаешь? Он не хочет спать, он не хочет работать. При этом Джерри звонит, он говорит, блин, мне, говорит, нечем заняться. Ну, чел, отдохни с дороги. Ты просто... Ты просто душишься, понимаешь? Ни туда, ни сюда, как бы. Ни к селу, ни к городу. Ладно, пойду я тогда, наверное, да? Пойдем звонить Джерри. Джерри! Джерри, я иду. Джерри, ты там этот... Не забыл про меня? Джерри, ты где? Джерри, я скучаю. Я скучаю по Монте-Карло, Джерри. Мистер Артель, мистер Картер послал меня починить электричество в вашем доме. Мне сказали встретиться с вами у ворот. И вот я уже 15 минут стою здесь у вас, а вас все нет. Сейчас 10.35, я еще подожду немного, а потом уйду. Пожалуйста, позвоните мистеру Картеру как можно скорее. Ну, что ты будешь... Как ты, в принципе, будешь со мной связываться, если у нас электричества дома нет? Электрик. Ты, ну, ты не можешь... Джерри, у нас нет электричества, электрик ушел, не дозвонился. Что же нам теперь делать? Надо достать свечи. Ты что, шутишь? Нет, я не шучу. Я позвоню этому парню прямо сейчас. А, вот свечи. Не появится до завтрашнего утра. Джерри, я свечей не нашел. Джерри, я уже начал выходить из себя. Я не смог найти ни одной свечи в этом доме. Раньше он в любом случае не появится, даже за дополнительную плату. Завтра ведь в воскресенье, ты не забыл? Да наплевать. Мне нужен свет. Да я его, если он появится. Успокойся. Рассказ про него эротически напишешься. Да. Ну, поеду я. Делать мне нехуй. Извините. Вот просто по-другому. Не могу сказать. Ну, типа, у тебя бревен полный подвал. Просто затащи их вон туда. Возьми. А, у него, наверное, и бухичи нет. Короче, смотри. Предложение номер один. Идешь в подвал. Там куча бревен. Тащишь их все вот сюда. И топишь ими камин всю ночь, короче говоря. И пьешь винишко. Вот тут вот сидишь. Вот. На диване. И, ну, просто кайфуешь. По-моему, клево. Машины не заводятся. Как же это? Неужели? Вот черт. Кажется, приехав, я забыл выключить фары. А, боже мой. Джерри! Джерри! Это не хоррор, это комедия. Я не помню. Джерри, ты не поверишь. Это просто безумие. Моя машина не заводится. Джерри, я не могу провести всю ночь без единого источника света. Я едва знаю это место и не смогу найти дорогу. Черт, а вдруг тут привидения водятся? Майкл, ты что, лунатик? Ты ляжешь в кровать, заснешь. А когда проснешься, у тебя будет полмоль. С ребенком с ним разговаривают. Меня успокаивать. Ну хорошо, я пойду. Позвони мне, если что-то понадобится. Ушел и еблиц. Да. Не позволяй с ситуацией действовать тебе на нервы. Обещаю. До свидания. Так, так, так. Чего бы такого еще поделать? Я не думал никогда, вот типа, сколько мы ржали насчет Дай Хардман, я никогда не думал, что я буду играть за Дай Хардман. Теперь мы понимаем, как он себя чувствовал, да? Когда Сэм не брал трубку. Я вспомнил, что это за язык. Это итальянский. Вспомнить бы теперь, кто у меня по-итальянски понимает. Барбара Стрейзен, наверное, нет? Или Джерри. Как это такое? Что-то сыты навести охота. Да. Джерри. Представляешь, я тут хожу по дому час уже. В общем, делать было нечего. Смотрю, кто-то что-то написал. И это было лет 20 назад. Короче, на листке остались отпечатки. Ну, я нашел карандаш. Вот. И, короче, карандашом потер. А там надписи. Вроде бы на итальянском. Джерри. Мне нужен переводчик. Джерри. Я нашел здесь письмо. Оно меня очень заинтересовало. Оно на итальянском. Как ты думаешь, сможешь перевести его для меня? Да-да-ка. Конечно, я смогу. Просто пришлите мне письмо. Восьмое я возьмусь за перевод, как только его получу. Зачем я это делаю? Типа, настолько... Я понимаю, там, типа, сфоткал, на фотоаппарат прислал. Но это как бы легкие заморочки, да? А тут, типа, напрягать почтовую службу, потому что... Потому что что? Че? Че, ложись спать. Как же, говорит, не делать-то нечего. Джерри, я покакал! Джерри! Это не принесло пользы. Угу. А, чел, че тебе еще надо? Я не знаю. Просто ты... Ха-ха-ха-ха. Сука, хватит вот этот шилон там. Блин, не открылось. О! Пошел в соседнюю комнату. Не, не открылось. О, ну вот я не знаю. А что я еще буду делать? Симулятор жизни после 60. Да че ты знаешь о жизни после 60? Может, в кровать шилом потыкать? Я скоро начну в себя шилом тыкать. Может быть. Тут потыкал своим шилом такой. В лампе не было ни капли масла. А, да? Я сейчас... Я сейчас тебе испорчу. Это не принесло пользы. Испортил. Уже поздно. Наверное, сейчас самое подходящее время ложиться спать. О-о-о! Ты как это вообще... Ты как до этого дошел? Я жутко... Ты теперь ныть будешь, да? Не-не-не-нет. Теперь мы будем говорить с Джерри. Бро, отбери этот город! Кому мне звонить, а? Кто-то... Раньше у тебя это просто не вставало. Это все на сегодня, дамы и господа. Мы будем играть в эту игру еще долго, но небольшими порциями, как вот сегодня. Игра клевая. Она очень сильно устарела и на самом деле довольно тяжело воспринимается, на самом деле, по нынешним меркам. Но она клевая. Она мне нравится и в ней клево проводить время. Пока что могу сказать спасибо большое за компанию. Ждите анонсов в группе ВК, в Твиттере и... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok!